Как правильно оценить и прочитать человека? Досмотрите это видео до конца, и я поделюсь с вами личными, тимными практическими историями, когда этот навык считывания мне очень сильно помог сэкономить годы жизни, нервов, денег и всего остального. Зачем же необходимо читать информацию про человека? Хотя бы для того, чтобы понимать, кто напротив вас стоит, что он чувствует и стоит ли вам с ним взаимодействовать или нет. На самом деле человека можно прочитать почему угодно. Все есть информация, и оценить, кто напротив вас стоит, можно по массе критериев. Но сегодня я опишу 4 базовые. Первый критерий – это то, как человек себя называет в соцсетях, либо представляется при личной встрече. В случае, если человек называет себя ником Олечка, Маленькая, Солнышко, Котеночек, то напротив вас кто-то, кому энергетически максимум 3 годика. Бывают люди скрывают свои имена за какими-то другими персонажами, и тогда это вопрос про проявленность. Человеку сложно предъявляться в мир своим реальным именем, и он готов прикрываться чем угодно. Способность человека предъявиться своим реальным именем в мир – это в том числе про проявленность, про возможность заявить «я есть, и меня зовут так-то и так-то». Бывают варианты, когда человек называет себя вообще другим именем, не осознавая, что это другое имя. Например, есть девушки, кого зовут Елена, они представляются Алена. И тогда вы можете понять, что напротив вас человек с раздвоенной судьбой. Он проживает сразу судьбу и Анастасии, и Аси. И здорово, если эти судьбы вообще друг с другом стыкуются, совпадают. Плохо, когда эти судьбы и эти личности внутри человека поругались. Когда Елена хочет одного, Алена хочет совершенно другого, она не знает про замысл другой. Человек просыпается с утра, и у него расщепленка. В случае, если человек подписывается именем отчества, допустим, Александр Петрович, мы сразу понимаем, что Александр Петрович – это кто-то, очень взрослый, ответственный, статусный, может быть, даже занимающий какую-то руководящую должность. Человек тогда подтягивает эту энергетику, и он в этой энергетике живет. А он живет, как Александр Петрович. И если этому Александру Петровичу 23 года, да, он не будет проживать тогда свой возраст 23 года. Ему все время будут давать больше лет на 15. Так что через имя можно очень многое о человеке понять. Если вы знаете людей, кто как-то видоизменяет свое имя, ставьте лайк этому видео. Второй критерий, как считать человека – это его внешность. Внешность человека говорит о человеке очень много. Вы можете первое, что считать – это примерный возраст человека, и насколько его возраст соответствует тому, сколько ему реально лет. Ну, допустим, вы же можете примерно визуально определить, что девушка молодая. Ей, допустим, от 17 до 25 лет, вот примерно в этом диапазоне. И можете также определить, что платье или одежда у нее, как у женщины, 45+. Это все равно видно. Понятно, что я вам здесь не разделю, цветочек розовенький – это такой возраст, да, цветочек голубой – это такой возраст. Нет, это общее впечатление от образа человека. Если человек одевается безвкусно, то, скорее всего, там смешение нескольких личностей, которые между собой не решили, как же одеться сегодня. Может быть, у человека есть такой способ привлечения внимания к себе. В нем, может быть, не сформирована личность, которая вообще формирует вот это чувство прекрасного, да. Потому что чувство прекрасного – это тоже как навык, как мышца. И она формируется через насмотренность. Если этой насмотренности у человека не было, и он жил в контексте, где этого не было, то ему просто это неоткуда взять. Как считать человека по персингу и татуе? Что же это означает? Если вы встречаете человека, который зататуирован весь, это очень сильная плутунианская энергия. Есть такая планета Плутон, она с определенными энергиями. Это энергии трансформаций. То есть это люди такие, трансформаторы, переживающие огромное количество кризисов. Если этих кризисов в их жизни нет, то они их создают. Большое количество татуировок – это же большое количество болей, потому что сделать татуировку – это все-таки причинение себе физической боли. И тогда, получается, человек свою душевную боль переносит в физическую телесную боль. Пирсинг – та же самая история. Очень много информации можно считать с человека в переписке по его аватарке, по фотографии, которую он использует в соцсетях. Есть две принципиальные категории. Есть люди, кто показывает свое лицо на аватарке. И есть те, кто не показывает свое лицо на аватарке. И это означает, что человек не проявляет себя в мир своим лицом. И тогда у него вопросы с проявленностью. Люди ставят других персонажей. И тогда это значит, что они проживают энергию этого персонажа. Если эта фотография среди семьи и на аватарке у человека не только он, а он, жена, трое детей, то там идет тотальное слияние с семьей. Нет сепарации, кто я такой, когда я отдельно. Я уверена, что у вас будет возникать больше вопросов на эти рассказы, чем ответов, и захочется узнать про себя. Я бы вам рекомендовала перейти в мой телеграм-канал, где я разбираю эти, в том числе, темы, привожу примеры, разбираю запросы подписчиков. Присоединяйтесь по ссылке под этим видео. Третий пункт, по которому можно считать человека. Это пространство вокруг. Вот сколько раз я разбирала людей, да, и считывала информацию про человека по фону сзади. Вот все, что находится сзади него. И какие ассоциации, какая информация в этом фоне. И человек мог вообще оказаться в гостях, сесть напротив стены, на которой написано слово, которое он думает, что к нему вообще никакого отношения не имеет. Но мир – это матрица. Ничего не бывает случайно. Если человек сидит на каком-то фоне, то это прямая подсказка того, что происходит у него внутри. Можно даже по рисунку на обоих с человека считать. Поделитесь в комментариях, какую информацию вы могли сами определить про себя. Где вы сидите прямо в момент, когда слушаете это видео, смотрите его? Что вокруг вас? В чем вы одеты? Какие надписи, символы? Прямо посмотрите на это все. Не как на что-то, что не имеет отношения к вам, а как на то, что это продолжение вашего внутреннего мира. Это все коды, это все информация. Я искала себе под проект методолога. Нужно было систематизировать информацию в записанных видео. Встречалась девушка, и девушка уже с опытом делала методики курсов для других блогеров. И мы с ней не сошлись в том, что мне нужна была структурность. Но у человека не было этого файла. Ну, то есть он сам по себе, по структуре воздушный, поточный. Сразу стало понятно, что она эту задачу не сможет выполнить. С одним молодым человеком была история, когда мы собрались ужинать, и он разливает вино по бокалам, и всю бутылку вина выливает в два бокала. Я поворачиваюсь и говорю, подожди, зачем ты это сделала? Зачем все вино разлил в два бокала? Они прям полные практически стоят. Он такой, ну, чтобы бутылка не стояла, я говорю, нет, подожди, так вино не пьют. Перелей, пожалуйста, излишки в другой бокал. И я ему даю пивной бокал. Он переливает излишек в пивной бокал и ставит его мне, чтобы я из него пила. А винный бокал отставляют в сторону. Я поворачиваюсь и говорю, зачем ты это сделал? Он такой, ну, я перелила как-то и просила. Я говорю, ну, а почему в пивной бокал? Он, а какая разница? В этот момент просто вот между нами образовывалась пропасть, что человек, ну, не понимал культуру алкогольных напитков. И я поняла, что мне проще ему показать. Я беру два бокала пивной с вином и винный бокал. Я говорю, окей, пробуй сначала из этого бокала и пробуй из второго бокала. И он, когда пробует из второго бокала, у него вот так округляются глаза, он понимает, что вкус напитка радикально разный. Но я поняла, что мы слишком на разных планетах, что даже вот эта культура алкоголя и представления об этом абсолютно разные. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...